Сделаем город чище вместе. Очереда субботников в Щелковском районе продолжается. Уже третью субботу подряд жители выходят на борьбу с оставшимся после зимы мусоров. Принимают участие в наведении чистоты и порядка на территории муниципалитета и глава района. Все на субботник. Что может быть полезнее коллективного труда на свежем воздухе? Суббота, 28 апреля, выдалась рабочей, поэтому весь свой трудовой потенциал сотрудники администрации направили на уборку территории. Уверен, что каждый из нас своим примером покажет жителям Щелковского муниципального района, каким должен быть наш район. Он должен быть чистым, опрятным, комфортным, удобным для жизни. Спасибо большое за то, что пришли и прошу ответственно потрудиться. И далее на уборку отведенного участка. За каждым ответственным сотрудником администрации была закоплена территория. Глава района помогала в наведении порядка во второй школе. Вооружившись бензопилой Алексей Валов принялся за спиливание сухостоя. Здесь же трудились педагоги, руководство и ученики образовательного учреждения. Мы любим нашу школу и хотим, чтобы она всегда была чистая. Не только чистая, но и красивая. Чтобы она стала, она есть, но еще и будет лучшей школой района. Это наша обязанность, наш долг. Так мы приучаем себя к дисциплине, к воспитанию. Мы показываем свое. Готовимся к работе, возможно. Достаточно много вывезено и мусора порядка уже, вот с сегодняшним брать субботником, порядка уже 8 тысяч кубометров вывезено. Спила, мусора и того всего, что как бы, к сожалению, появляется от наших старых деревьев. Я думаю, что этот субботник не последний. Он уже дал указания, чтобы продолжить эту работу. Потому что сухостоя очень много. И начнем по улицам вырезать, вырезать сухостоя. После субботника глава района встретился с жительницей дома номер 12 по Первому советскому переулку, которая ранее обращалась на личном приеме. Зинаида Жиченко пожаловалась на плохое состояние пешеходной дорожки вдоль дома, а также попросила благоустроить двор. Кроме того, высказала ряд нареканий в адрес управляющей компании. Мы часто выезжаем, проверяем, принимаем решения и воплощаем ее в жизнь. То есть наводим порядок, добавим сейчас тротуары, отремонтируем отмостку и спланируем благоустройство прилегающей территории, детской площадки. Хотя ни одного жителя, вышедшего на субботник с этого дома, я не увидел. С 1 мая на территории Московской области вводится особый противопожарный режим. В Щелковском районе в течение всех праздников сотрудники МЧС, отделы надзорной деятельности, лесной охраны, представители правоохранительных органов патрулировали Щелковский район. Задача – предотвратить возникновение пожаров. Под патрулирование определено четыре основных направления – Фряновское, Монинское, Нискинское и Медвежье-Озерское. В Щелкове прошел комплексный развод сил и средств. Протяженность морсу достаточно длинная – 340 километров. Мы понимаем, что силы не очень значительны для этого. Но, тем не менее, у нас есть еще и добровольные помощники, которые по взаимодействии с вами позволят надежно обработать территорию Щелковского муниципального района. Глава района поблагодарил личный состав Щелковского гарнизона пожарной охраны за достойную службу и поздравил со столетием пожарной охраны. С начала года территории района произошло 83 пожара, в которых погибли 4 человека. И цель такого патрулирования – не допустить возникновения новых возгораний. Как наступает пожароопасный период, у нас проходят постоянно такие разводы, особенно в праздничные выходные дни. Почему? Потому что достаточно много людей сейчас выезжает на пикники, на шашлыки. За разжигание костров в лесном массиве предусмотрена административная ответственность в соответствии с статьей 8.32. И уполномоченность составлять протоколы сотрудники лесной охраны, сотрудники полиции или сотрудники отдела надзорной деятельности. Но помимо, если огонь разгорится, тут уже вплоть до уголовной ответственности. Потому что мы понимаем, что леса – это все-таки богатство. Также Алексей Валов встретился в канун Дня Победы с ветераном Великой Отечественной войны Петром Шалахаевым. Петр Кузьмич, летчик, принял участие в пяти войнах. После Второй мировой войны воевал в Китае, Корее, Африке. Помимо множества отечественных наград удостоен высшей награды Республики Мавритания – Национального ордена заслуг. Недавно с его личного дела был снят гриф секретности, и о подвигах ветерана предполагается рассказать публично. Его боевой путь ляжет в основу экспозиции, которую планируется открыть в Щелкове.